Слава Иисусу Христу, тогда я задам вопрос. У вас в доме такая книга есть дома? Да, есть в доме такая книга. Посмотрите. Да, это Библия. Лучшая книга будет. А, можете показать? Хорошо. А зачем? Зачем, потому что. То есть нет у вас, да? Есть. Ну а есть, покажите, я вам показал. Она у меня в телефоне. Она в другой комнате у бабушки, да? Не, она у меня в телефоне. Ну ладно. Вы знаете, для чего человек сотворен? Для чего он живет? Какая цель жизни? Лично для меня? Ну да. Лично для меня. У меня вот, типа, недавно отец умер. Я хочу всем доказать, что отец не просто так на этот мир меня привел. Вот моя цель. Доказать всем, что лучше он способен. Вы считаете, что человек умер и дальше уже ничего нету? Щерви одни, да? Нет. А за гробом другая жизнь есть или нет? Есть, мне кажется. Не знаете, да? Мне кажется, есть. В это верят сегодня 92% на земле. Не верят только 8%, но на них падает 99,9% всех преступлений. Понимаю. Да, потому что Бога нет, все можно делать. А верующий думает, как другому добро сделать. А вы верующие? Конечно. А без Бога жизнь не нужна никому. А где-то рыси? У вас какие-нибудь животные есть дома? Там рыбки, птицы? Птицы нет животных. Ничего нету? Да ни кошек, ни собак нету? Нету ни кошек, ни собак. А кто же этот мир-то сотворил такой прекрасный? Мама, и для меня. Мир, мир, мир. Вот звезды, небо, растения, насекомое, животное. Кто? Кто сотворил? Бог. Бог сотворил, да. И Господь дал человеку смысл, дал книгу в эту Библию, чтобы он руководствовался ею, жил по ней. А здесь он сколько лет? А? Сколько он лет? Сейчас непонятно. Сколько лет вам? Мне 81-й год. И вы знаете, где вы сидите и разговариваете с людьми? Ну, мы разговариваем о том, что самое важное. Вот мы встретились с тобой, и мы должны подумать, как мы можем друг другу в чем-то помочь, поделиться какими-то талантами. Если вопросов духовных нет у человека, он совершенно бездуховный. Вопрос один. Как спастись, чтобы в ад не попасть? Вместе с сатаной в огне не быть? Эта жизнь коротенькая-коротенькая, даже не увидишь, как мелькнет. Если не верусь, то ни с чем предстанешь. Никому не нужны. Курить научно, а курить 12 лет жизни тебе не дожить. А что такое совесть? Совесть? Это то, чего нет у половины российских граждан. То есть не можете ответить? Я ответила только что. Она должна совесть одинаковый, и ответ был. И для немцев, и для русских, и для цыган, и для евреев. Цель одна? Я знаю, что такое совесть. Ну, конкретно, четко и ясно. Совесть от кого она? Совесть? Ну, то есть, это человек, допустим, с чистой совестью, а у того, у кого... Что-то так невнятно, невнятно, как ты говоришь. Это можно погромче сделать, да? Мы пришли... Мы пришли возвестить людям великую радостную весть для грешников, что Иисус Христос был распят и воскрес для нашего оправдания. Всякий верующий в Него имеет жизнь вечную. Какой бы ты ни был человек, не отчаивайся. Иисус каждого призывает к тебе. Покайся и веруй в Евангелие. Другого пути для спасения нет. А если есть храм у вас православный, сходить в храм на исповедь к священнику, православные храмы? Можно дальше? Да. Если есть какие-то вопросы, можете задать. Нет, спасибо. Всего хорошего. Нет. А вы можете зайти на наш ресурс. Вот если вам потребуется встреча, у нас очень богатый YouTube. Мы пришли сюда с великой миссией возвестить о великой радости, что Иисус умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Правильно, правильно. Я вас не вижу где-то. Я как могу говорить? Вот так. Если у вас есть духовные вопросы, можете задать. По слову Божию. Что будущее, где мы будем. Только не ругаться. Хорошо. Так, опять не видно как-то. Не видно вас. Сделайте, чтобы видно было. Я здесь на зарядку, а здесь нету свет. Понимаю? Я тоже... Ну ладно, разговор не получится. Вы запомните два слова. Я Игнатий Лапкин. В скайпе меня найдете. А там я скину все ресурсы, которых нету в интернете нигде. У нас... так разговаривать, когда не видишь человека. Ну, сейчас подожди. Пожалуйста. Так. Вам понятно, что я православный христианин, проповедник. И мы проповедуем то, что написано в Священном Писании. Опять темнота у вас какая-то. Я вас видел, люди, люди. Вот так. Все нормально. Так, если какие вопросы есть, мы можем подружиться. Я вам ответить постараюсь. В скайпе. В скайпе. Игнатий Лапкин. Я один такой на весь интернет. А я не русский. А у вас нету ватсап? Он не знает, что такое скайп. Скайп не знаете. Как же так? А ютуб? Ватсап есть у вас? Еще, еще надо скайп. Нету ватсапа. Нет, нет, я это не беру. Самое лучшее это скайп. Хоть сколько говорим, бесплатно. Ну так я и есть русский. Только по-русски разговариваю. Никакой, чтобы фени здесь не было. Пожалуйста. Все понятно мне. Вот смотри теперь. Я в прошлые годы, это советская власть была. Я видел, что у людей нет никаких знаний. Поэтому насчитал 50 книг. Вот они в интернете, если вы зарядите, Библию, Игнатий Лапкин. Это я. Или Архипелаг ГУЛАГ. Я первый в стране распространял Архипелаг ГУЛАГ. Насчитал, а потом у меня тонн-студия была. Я ее распространил. Ну и стихотворение про Ленина, интервью репрессионных. И отправился туда. Я только в 87-м году освободился. Понятно, батя. Но мы тоже сейчас на лагере сидим. Ну мы стараемся. Когда я вернулся, у нас тут в Барнауле СИЗО 3700 человек. Я 18 лет там работал. То есть добровольно, не за деньги. Помогал заключенным. И вот бывает, встречаются мусульмане. Я им в первую очередь стараюсь помочь. А почему? Другой народ, другая пища, он один. Чтобы он не отчаялся и мог выйти нормальным человеком. Матерков, чтобы не было ни одного. Пожалуйста. Если у вас есть вопросы по этой книге, пожалуйста. По любой книге я вам могу ответить. Я много лет вел занятия в пяти университетах. Три программы вел. Поэтому у меня вышло 38 томов книг. Мы проехали. От Барнаула до Владивостока до Лиссабона. И везде в библиотеке дарил полный комплект. Я еще раз хочу сказать. Рамзан Ахматович Кадыров это пример. Все главы администрации вместе взятые не издали такого закона. Нашли? Во свете Библии, да? Да, во свете Библии Игнатий Лапкин. Во свете Библии, да? Он говорит. Как? Что-то я не расслышал. Да, есть. Во свете Библии есть. Нашли? Во свете Библии канал Игнатий Лапкин. Канал на Ютубе. Не Лапкин, а Лапкин. Лапкин. Кин это от слова кинжал. Игнатий Лапкин. У нас большой Ютуб. У нас большой 17800 роликов. Рамзан Ахматович Кадыров заодно то, что запретил аборты, достоин, чтобы его никогда не забывали. Я еще раз говорю, он не просто герой, который звездочку дали, а он герой по душе. Он отчаянно смелый. По его вере это как раз. Вот он допрашивает, захватили там целая группа их, которые посланы были от ИГИЛа убить его. И их обезоружили. Они стоят. Он говорит, ты из нашего там села скажи, что я вам не сделал? Вот мечеть открытая, новая, мы были там в стесне. Скажите. Стоит, голову опустил, ты лжец, ты говорил то и то, я вам дал возможность сейчас арестованным сходить в мечеть. Я имею право тебя казнить. А родители стоят рядом плачут. Это никто этого не делает, только он. Его не могут оценить сегодня даже. А, он, он такой, такой. Я никого больше не могу рядом поставить с ним. Христианин, проповедник. А почему он такой? Ну, в первую очередь, он родился в такой семье. Ахмата-то убили у него отца. Он говорит, у меня отца убили, там еще кого-то. Я знаю, мне своей смертью не умереть, но я обязан это делать. Вот какое дело-то. А у нас вот мы православные, а отдельно община зарегистрирована. У нас нигде денег нету. Женщины одеты как в два платка, как хиджаб. Платье до полу. И нас все мусульманами зовут, а мы православные. И если зайдете на наш YouTube, вы там увидите, как с детьми идет занятие, маленькие девочки, волосинки ни одной не видно. Больше такой общины нету в России, ни за рубежом. Но это огромный труд положено на это. Вот с нуля строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Это же как раз то, что нам надо сегодня. Занимайтесь, да. Но вообще это все, мне кажется, знаете, тут немножко все еще интереснее, чем там, оно все насыщеннее и плохие, и хорошие. Мусульмане, евреи, всем место. Так, открылась у вас этот канал наш? Да, да, да. Сколько там подписчиков? Много. Да немного, но есть. Ну-ка, назовите там. Ну вот я вижу, выпуск 21-го чат-рулет стрима Игнатия Лапкина. 43 с половиной тысячи. А просмотров 43 миллиона. Тут есть вот 73 тысячи, 1,9 тысячи, 17 тысяч просмотров. Да, у нас есть просмотров. Общий просмотров сколько на канале? 43 миллиона. Да, здорово. Общие. Он у нас 9 лет уже. Я просто в Ютубе, ну, мне не очень сильно разбираюсь, надо разбираться, да. Но все равно. А вот если вы зарядите через Гугл сайт, те же слова Игнатия Лапкина во свете Библии, вы там найдете сокровища, которого нет в интернете. Там 50 книг моим голосом насчитаны. У меня одна книга написана целиком про Коран. целиком. Суры аяты я разбираю, показываю во свете Библии, как с Библией, где сходятся, где расхождения, почему. Там никаких нападок, ничего нет. Просто я цитирую и показываю. И что за 1300 лет было о них сказано, какие там политические деятели. Ланта, да, я извиняюсь, сейчас просыпать уже скоро. Я тогда вам это напишу или вот посмотрю, что у вас какая деятельность. Да, по скайпу вы меня сразу найдете. Вот если вы откроете пятая сура, ну, вам не надо говорить, что такое сура означает. Вот. Это какие места? Сейчас я покажу. 66, 66, 68, особенно интересно, 49 и 171. Мы люди писания называемся, христиане, люди писания. Я говорю, а когда говорил он это, люди писания, писания никакого не было, кроме вот этой книги Библии. Тут понятно, о чем он говорил. Он говорил не о произведениях Достоевского или Пушкина. И у вас, говорит, есть инжил, инжил, Евангелие, по нему и поступайте, чтобы не было преступлений. Я говорю, когда мусульманам, они не знают совершенно своей книги. Как же так? У нас Библия переведена на 2896 на речи. Но ваша-то переведена на 57, на разницу, примеру я говорю, может быть, на 58 теперь уже. И никто, ни один не знает. Я вот показываю, я говорю, что написано? Коран. Считай. Баран. Ничего не можешь прочитать. Ну, можно хотя бы это прочитать-то. У нас, говорят, православные точно такие же стоят пеньки. Языки изучать надо. Ну, надо радоваться переводчикам, которым Бог дал такую мудрость, что они перевели Библию, перевели вашу книгу. Я ее могу считать. Вас как звать-то? Меня Сергей зовут. Сергей, почтенный, если у вас будет желание встретиться по скайпу, вы меня сразу найдете. Ладно. С Богом. С Богом, да, всего доброго. Храни вас Господь для царствия своего. Спасибо.